МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о напряженной ситуации с ковид-19 в городах с высокой плотностью населения. Министр призвал граждан с хроническими заболеваниями пройти вакцинацию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российские авиакомпании увеличили перевозки в апреле почти в 10 раз по сравнению с показателями прошлого года. Авиаперевозчики обслужили более 7 миллионов пассажиров. Федеральная антимонопольная служба оштрафует Почту России за надбавки к тарифам доставки в труднодоступные населенные пункты. Ранее ФАС возбудила в отношении компании дело за нарушение антимонопольного законодательства. Власти Сингапура ввели жесткие ограничительные меры из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, запрещены посещения ресторанов и поездки в офисы. 17 мая власти Португалии открыли границы для туристов из большинства европейских стран. Для въезда в страну необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста. В Подмосковье состоялся третий съезд Общероссийской общественной организации «Дети войны». Более сотни делегатов приехали из 69 регионов страны, чтобы еще раз подтвердить свое право на федеральный закон о детях войны. До сих пор эта категория пенсионеров никак не отмечена правительством России, и люди зачастую ведут нищенское существование. Собаку в приемнике бездомную кормят на 180 рублей в сутки, а у нас на 200 рублей получается питание только детей войны. То есть, что бездомные собаки, что заключенные, что пенсионеры для нашего правительства одинаково. Вот она жадность. Председатель Центрального совета организации Николай Арефьев уверен, что поддержать детей войны необходимо именно на федеральном уровне. Сейчас уже три десятка регионов приняли закон о детях войны, но из местного бюджета выделяются копейки. Еще 18 регионов помогают пенсионерам только время от времени. Ну вот я вам скажу, что в Алтайском крае принят закон о детях войны. Детям войны предоставлено право первоочередного захоронения самих себя на кладбище. И выдана корочка о том, что они являются детьми войны. Скажите, это закон или это издевательство? Вот, как говорил Ленин, по форме-то оно вроде как и верно, по сути просто издевательство. Поэтому, конечно, чего ждут дети войны? Дети ждут особенного отношения к себе со стороны государства. И они имеют на это право. Общероссийская общественная организация «Дети войны» была создана в 2012 году по инициативе КПРФ, чтобы бороться за достойную жизнь этой категории граждан. Ежегодно коммунистическая партия вносит на рассмотрение Госдумы проект федерального закона о поддержке детей войны и признания их особого статуса. Уже девять раз законопроект отклоняли большинством голосов депутатов от «Единой России». Власть проводит никчемную социальную политику, но уж это здесь, в аудитории, где собрались дети войны, вообще доказывать смысла нет. Чего стоит одна только пенсионная реформа? А вспомните этот объем смешных доказательств, что мы еще можем лет восемь не проводить, в принципе у нас деньги есть, но все равно надо быть честными перед своей страной и своим народом. Все равно через восемь лет реформа будет нужна. Простите, вы вообще сами себя слышите, когда с такими аргументами выступаете? Восемь лет. Да вы посмотрите за восемь лет, сколько было сделано Лениным и Сталином. Мы в абсолютно разрушенной стране подготовились к схватке со всей Европой, не только с гитлеровской Германией. Сейчас в России живут около десяти миллионов детей войны. Из них два миллиона человек не имеют никаких льгот. Они просто сводят концы с концами. Хотя в той же Германии дети военных лет считаются жертвами фашизма. Бундестаг ежегодно перечисляет крупные компенсации Чехии, Польши и другим странам за труд детей на предприятиях фашистов. А государство Израиль только за семь лет с 2000 по 2007 год помогло своим гражданам, детям войны, получить от Германии 1 миллиард 149 миллионов евро. В России на федеральном уровне для поддержки этой категории пенсионеров до сих пор не делается ничего. Невзгоды были у всех одинаковые, а льготы у всех разные. Где богатый регион, там большие льготы, где бедный регион, там малые льготы. Но нужен действительно федеральный закон, который бы уравнял всех в одинаковых правах. Отдайте то, что вы тратили на участников войны, детям войны. У них детство отобрано и старость отобрана вот такая вот в нищете. Они в нищете родились и умирать им тоже приходится в нищете. КПРФ сегодня единственная политическая сила, которая планомерно и настойчиво отстаивает права не только детей войны. Коммунисты уверены, что граждане, посвятившие жизнь своей родине, имеют право на достойную пенсию, качественную медицинскую помощь, бесплатный проезд в общественном транспорте. На третьем съезде организации дети войны обратились к российскому народу с призывом голосовать за КПРФ. Только так можно изменить ситуацию, вернуть народную власть и начать строить социальное общество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова